Когда важна глубина лунки и чистота полива в хозяйствах области, время посадки овощей. Какие технологии используют аграрии и как получить хороший урожай капусты, узнала Рута Келлер. Еще в середине апреля закладывали только семена. Сегодня конец мая и уже полноценная рассада капусты. Вот как посадим, вот как удобрим, как все обработаем, вот это вот все, прям вот ручками, вот ручками, вот все. Вот это самое главное. Прямо вот оно сразу, вот душа, любовь, это все прямо вот изначально закладывается. Теперь важно посадить в землю на нужную глубину. И хотя процесс этот автоматический, техника иногда подводит. Вот смотрите, он сверху, он засохнет и все. А так мы его в землю, все. Он приживется. Ежедневно высаживают около 9 тысяч корней капусты. И хорошо, если на улице, как сегодня, плюс 19. Но в этом году это редкость. Чаще приходится работать при 30-ти градусной жаре. Работают по 8 человек. Четверо сидят, закладывают, рассадывают. Четверо смотрят, чтобы все было в порядке. Примерно, и так два круга, потом меняются. По 750 метров. Уже посадили около 20 гектаров. После посадки необходимо тут же полить. Спасают скважины и гидранты. Дождь – это природный полив. Он полезнее. И сразу видно разницу. И благотворнее влияет на рост и развитие растений. Дождь пройдет сразу, все веселеет и чувствуется. Экономить помогает и современная техника. С помощью одного такого агрегата агрария выигрывает 20 дней. За это время корни не только прорастут, но и окрепнут. Сорняк – это дикие растения. Они все равно растут быстрее. И они устойчивы. Ход мороз, ход холод. Картофель – это культурное растение. Можно сказать, ленивое растение. Можно сказать, чем сорняк. Они вот идет борба. Мы помогаем, чтобы наше картофель росло, уже создавался ботва и смыкался. Если они начинают смыкаться, уже внизу сорнякам солнце не попадает и начинает погибать. Уже картошка растет нормально. Но какая бы современная техника ни была, без опытных сотрудников в хозяйстве не справятся. На посевной сезон работников набрали. Надеются, найдут трудовиков и на время уборки. Рута Келлер, Борис Гладких. Новости ОТС.